Ах, как же нас радует погода, ребят! Сегодня 20 градусов тепла, прекрасная погода, можно даже просто в рубашке ходить. Мы сейчас с вами находимся на улице Высокогорную. Здесь мы выполняли ремонт таунхауса, хозяин которого решил выставить его на продажу. Если его не купят, он будет доделывать его полностью и уже с ремонтом, возможно, будет, естественно, дороже, либо он будет рассматривать под сдачу в аренду. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот таунхаус. Всего их 4, но продается первый таунхаус, один. Он, получается, имеет 4 уровня. На первом этаже, получается, под всей площадью вот этого строения паркинг, ну, гараж с полочками, там можете что-то себе приготовить. Первый этаж, второй и есть еще третий. Все мы их с вами посмотрим. Подъезд здесь бетонка, то есть нормальный, есть определенная возвышенность, но это улицы Высокогорные, мы и так с вами на возвышенности, поэтому нет ничего удивительного, что мы имеем какой-то рельеф. Территория очень интересная, давайте ей тоже уделим внимание, потому что вот соседние дома уже находятся на каскаде выше, но застройщики предусмотрели между собой, там, или я не знаю как, облагородить ее вот такими вот габионами. То есть не делать подпорную стену какую-то, да, некрасивую, а вот габионами очень красиво выглядит. Вот 4, вы видите, входа. Сейчас мы с вами пройдем, я вам покажу, есть еще место для отдыха, общего, так называемого, пользования, да, зеленая зона, где можно посадить какие-то, ну, может быть, и фруктовые деревья в том числе. Посмотрите, как застройщик уделил внимание ландшафту, то есть то же самое, здесь пальмочка есть, туя, есть место, где можно отдохнуть, то есть стол, лавочки, навесик, и все это кафелем, плиткой сделано. И здесь есть возможность мангал поставить, мойку, ну, слив, естественно, и водопровод. Вот, а что касаемо коммуникации, значит, здесь центральная канализация, здесь газ, вот труба введена, газовый котел уже подключен, здесь 15 киловатт электроэнергии, ну, и центральный водопровод. Пойдемте теперь вовнутрь, и я вам покажу. Черновой ремонт мы полностью сделали, остается его будущему покупателю, если он найдется, остается только выбрать материалы, мы, кстати, поможем с подбором материалов даже дистанционно, и закончить, завершить ремонт так, как вам надо. Если вы найдете для себя какие-то моменты, которые вас не устраивают и требуют переделки, то мы, естественно, можем под вас подстроиться и сделать какую-то перепланировку. Но, в принципе, задумка и как все сделано, очень достаточно неплохо, поэтому давайте сходим в наш таунхаус, и мы вам все покажем. Вот, смотрите, еще бонусом вам покажу, здесь есть несколько парковочных мест, это гостевые, и будет неправильно, если мы вам не покажем автоматически ворота вот в этот самый гараж, паркинг, как его назовете, для того, чтобы вы поняли, что здесь прямо, ну, два автомобиля вполне себе встанут. Конечно, если у вас два будет Land Cruiser Prado, например, то вы не встанете, но если два легковых автомобиля вполне, либо один автомобиль, и вы можете здесь какие-то полочки, как я уже сказал, организовать, все, что необходимо для какого-нибудь складского помещения и так далее. Вот здесь проходят коммуникации, освещение, в принципе, все достаточно хорошо, высоко и так далее. Так, зашли мы, получается, на первый этаж, здесь у нас есть лестница на второй, и входная группа расположена вот таким вот образом, то есть здесь, возможно, как прихожую сделать, но отдали место вот здесь, возможно, внутренний какой-то шкаф восстановить. Далее вот этот коридор, здесь у нас раздельный санузел, отштукатурен, только буквально вчера залили стяжку пола, это у нас котельная, здесь вы заодно можете оценить качество выполненной нашей работы, то есть установили коллектор на теплый пол, первый, второй этаж у нас весь в теплом поле, то есть батареи отсутствуют. На третьем этаже нужно будет устанавливать батареи, выходы мы все предусмотрели. Запустили котел, газ работает, давление все есть, то есть все опрессовали систему, попробовали, все отлично, все работает. Вот можете оценить нашу работу сантехническую по выполнению отопления, отопления и водоснабжения, которое идет на два этажа. Так, под лестницей можно что-то предусмотреть в лице хозяйской какой-нибудь кладовочке, есть определенные моменты с подсветкой будущей по лестнице, сейчас это модно. Дальше мы проходим по коридору, видим вот это отдельная ванная, решили раздельную сделать, и у нас получается вот такая вот спальная комната на первом этаже. не кухня, а спальная комната. Также есть балкон, балкон выходить не буду, вид здесь прекрасный, но мы его посмотрим чуть выше этажом, потому что там вид очень классный, панорамный на море. Дальше по лестнице мы поднимаемся с вами на второй этаж, хочу обратить ваше внимание, что полы мы утеплили пеноплексом, и соответственно внутри у нас смонтирована труба теплого пола. Все сделали в уровень, все аккуратненько, все красиво, как вы видите, вот мы сейчас с вами поднялись, и это кухня-гостиная. Почему именно на втором этаже, ребят, ну потому что здесь панорамный вид на море, посмотрите какой. Здесь просто шикарная панорама на весь центр. Это обалдеть. Хорошая ясная погода, позволяет нам увидеть вот эти яркие картинки. Также есть выход на балкон. Балкон здесь нормальный, в принципе. Освещение мы туда вывели, все розетки и так далее, все делалось по проекту, который разрабатывали наши специалисты, планировщики. Вот. И за каждую розетку, и как что выглядит, мы вам можем проект этот выслать, и вы ознакомитесь. То есть здесь планировалась кухня, соответственно, зона ТВ. Здесь, возможно, диван угловой, или какой-то там, который предусматривал собственник. Вот. Вся электрика профессионально сделана по потолку. Далее мы сюда переходим и попадаем вот в такую вот еще одну спальную комнату. Общая площадь таунхауса вместе с вместе с подвальным помещением, то есть парковочным, 200 квадратных метров. Далее вот это вот санузел у нас уже такой соединенный, объединенный и достаточно просторный. Сами видите. То есть здесь у вас места для фантазий совершенства достаточно много. На третий этаж мы с вами также поднимаемся. Здесь также залита стяжка пола. Все сделано профессионально, красиво, качественно. Вот. И у нас получается это мансардный этаж. Также мы его подошьем чуть позже. В цену это будет входить. Вот. Потому что запланировали его также завершить и утеплить. Вот. Ну, если покупатель найдется раньше, вдруг у него какие-то планы там изменятся, тут все будет обсуждаться, как и что сделать. Смотрите, какой здесь вид. Панорама просто бешеная. Видно даже. Наблюдать можно, как там кораблики ходят. Да, сегодня просто замечательная погода, ясная. И вы можете здесь наблюдать за панорамами моря. Так, ну, это вот спальная комната, да. Здесь есть определенный нюанс в виде вот этой балки. Она железная, ее никуда нельзя перенести. Это опорная, держит, так сказать, само основание крыши. Ну, например, как детская, вполне себе очень неплохой вариант. Далее, по желанию, здесь можно также предусмотреть возможность сделать санузел. ну, заказчики здесь не стали делать, поэтому вы уже сами можете это все, как я сказал, переделать и модернизировать. Здесь получается еще спальная комната и в этом месте тоже можно выделить, например, санузел, если он вам нужен, потому что здесь такая возможность подключения, все это тоже имеется. Давайте посмотрим с вами электрощитовую, которую оставили на третьем этаже, не на первом этаже, на третьем. Все подписано, все счетчики, все как положено, входной автомат на гараж, вывели необходимое электричество для подключения остальных там осветительных приборов и так далее. С лоботочки все здесь есть. В общем, с мансардной, видите, такой вот крышей окна. В общем, вот такое вот предложение. Я надеюсь, оно вам понравилось. Вот, что касаемо цены. Ребята, 25 миллионов рублей данное предложение стоит с уже готовым черновым ремонтом. Если вас заинтересовало, то можете нам звонить, как я уже сказал, мы вам поможем подобрать необходимые материалы для завершения данного проекта. Вот, если вы будете рассматривать, может быть, для большой семьи, тоже это очень удобно, потому что есть отдельный, так сказать, отдельный санузел внизу, отдельная комната, есть свое, не только парковочное место, место для гостей, для гостевой парковки, но и свой подземный паркинг, это тоже здорово, в Сочи достаточно сложно с этим, поэтому я думаю, что вариант неплохой, с учетом большой площади. То есть, есть люди, которые рассматривают, например, частный дом, здесь вопросов нет, смотря где он будет расположен, будет ли там уже подключенный газ, будет ли там уже ремонт, какой там будет подъезд или коли будет инфраструктура и так далее. Здесь буквально в двухстах метрах находится магазин, здесь проходит общественная обстановка транспорта, то есть, до школы, до садика можно все это доехать по нормальной, бетонной, широкой улице. В общем, вот как-то так, такой вот обзор и нашей работы, в том числе по ремонту, который вы можете оценить и качество шарикатурных работ, качество электрики, сантехники, стяжки пола и так далее. То есть, мы вам показали в этом ролике, надеюсь, он вам понравился, поэтому прожмите, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на наш канал. Также хочу заметить, что наша компания предоставляет возможность дистанционного подбора материалов, то есть, вот эти материалы, которые вы выберете для окончания этого проекта, проблем никаких не будет для того, чтобы мы вам все это сделали. Звоните, видите, телефон на экране, это номер, по которому вы со мной связываетесь. Буду рад ответить на любой вопрос. Все, удачи, пока.